надеемся что мы доберемся все-таки до первого места на такой престижной гонке это наша цель команды и мы для этого все делаем но на сегодняшний день есть много претендентов легкого труда нам не предстоит в ближайшее время поэтому много мыслей после этого дакара связаны с реконструкции и модернизации нашего автомобиля и в ближайшее время мы построим уже еще один капотный грузовик который будет с изменениями которые в течение года скорее всего алексей вишневский будет испытывать и концу года надеюсь что возможно даже появится и третий грузовик перед стартом на дакар 2021 капотной конфигурации и находясь другой стране там знаете но не нам это как подпитка какая-то общаться с русскоязычными ребятами не так много это ребята там отказки скамаз мастер несколько экипажей в автомобильном зачете на трассе мы соперники в жизни нормально общаемся поэтому какие-то вещи да мы менее откровенно можем теперь друг другу рассказывать делиться там особенности пилотирования особенности устройства грузовика нововведениями планами на будущее но в другом нет ничего не поменялось не хотелось бы никого обидеть но на мой взгляд за претендентов всегда болеют больше чем за чемпиона и мы это ощущаем вот просто со всех сторон со стороны участников со стороны организаторов со стороны вообще просто то болельщиков мне самому лично приносит удовольствие когда наше детище детища детища минск автомобильного завода белорусского автопрома на мировом на мировой арене автоспорта но стоит на пьедестале почета оставляя за спиной многих других автопроизводителей я вообще влюблен в этот грузовик по уши и поэтому работа совпадает с удовольствием но это здорово считаю себя счастливым человеком очень приятно приносить положительные эмоции и демонстрировать возможно вопреки каким-то скептикам что отечественная техника способна показывать себя на самом высоком уровне одной из лучших и мы будем продолжать это делать